Более 400 человек в коллегии. Врачи, главы муниципалитетов и общественники. Министр здравоохранения края подводит итоги прошлого года. Пожалуй, главный из них, 2022, стал годом постепенного выхода из коронавируса. За 12 месяцев в Край зарегистрировано 19 миллионов посещений больниц. Проведено 550 тысяч госпитализаций. Для себя ставим следующую амбициозную задачу. Это создание системы планирования госпитализации, которая сегодня уже внедрена в 15 медицинских организациях. И 2023-2024 год мы должны завершить работу для обеспечения жителям Алтайского края необходимой этой медицинской помощи. При этом министр подчеркнул, что ковид, который в свое время парализовал систему здравоохранения, все еще остается с нами. В реанимациях один-два человека всего лишь, а на пике это было до 300 человек в Крае в целом. Весь тот опыт, который мы за три года наработали в части организации работы, знаем, каким образом теперь его уже лечить, мы должны сохранить и уже по-другому реагировать. Большую часть доклада Дмитрий Попов посвятил модернизации технической базы. Так за пять лет в регион закупили более 11 тысяч единиц техники. А после этой коллегии чиновники торжественно отправят в районы края 63 специализированных автомобиля. Приятная новость для отдельных медиков. В Крае вводятся региональные доплаты медработникам по аналогии с федеральными мерами поддержки. Об этом сообщил уже Виктор Томенко. На эти цели из бюджета выделено 70 миллионов рублей. Также впервые в 2022 году установлены выплаты отдельным категориям медицинских работников. Ежемесячные выплаты получат более 90 фельдшеров, свыше 120 участковых врачей и более 25 специалистов особо востребованных специальностей. Из краевого бюджета также получат поддержку порядка 360 наставников. Серьезной и до сих пор нерешенной проблемой остается дефицит кадров. Министр здравоохранения предложил готовить врачей со школьной скамьи. Уважаемые главы, сейчас обращаюсь к вам. Мы видим год от года снижение и в 2023 году, несмотря на то, что мы с вами обсуждали эту проблему в 2022 году, школьники все меньше и меньше хотят выбирать и биологию, и химию на сдачу ЕГЭ. То есть они теряют какой-либо шанс вообще поступить в медицинский вуз. Давайте все-таки вариант целевого обучения и подготовки будущих врачей начнем со школьной скамьи. Главы муниципалитетов не зря присутствовали на встрече, ведь иногда от их участия и без участия также зависит качество оказания медицинской помощи. Мы разработали совместно с нашими главными врачами, с Министерством здравоохранения Алтайского края программу по городу Бийску, где мы будем работать с населением. Будут проводиться круглые столы, совещания, собрания, личный прием главы совместно с главными врачами. И мы будем все вопросы, которые у населения есть, острые, проблемные, обсуждать. Основной задачей для региона Дмитрий Попов назвал повышение продолжительности жизни к 30-му году до 77 лет. Сбудутся ли ожидания министра, увидим позже.